Появление прессы на рынке нелегальные торговцы принимают за тревожный сигнал. Значит, скоро нагрянет проверка. Начинается операция по спасению имущества. В срочном порядке торговцы возят товар, собирают прилавки и манекены. Кто-то даже уносит палатку целиком, не теряя времени на разборку. В чём причина такого поведения? Продавцы отмалчиваются. Зато у администрации гордой полиции ответ готов. Лицензии на торговлю вне у одного из этих предпринимателей нет. Своё отношение к нелегальным точкам продавцы отрицают. Мы здесь вообще не работаем. Не работаете? А чьи это товары? Не знаю. Впрочем, когда прилавки начинают демонтировать, владельцы быстро находятся. Правда, документы на имущество предоставить не могут. Всё, как в известном мультфильме «Усы, лапа и хвост». В этом случае в грязи. Ваш документ. Важите, раз это не ваше. Вы поймите. Жалобы не имеют эффекта. Обещаниям в администрации не верят. Предписания предприниматели не исполняют. Штрафов тоже не боятся. Всё равно возвращаются на точки торговли. Вот буквально вчера была комиссия. Вот то, что вы сейчас произвели записи. Здесь было наказано порядка 10 человек на административной комиссии. Эти люди не понимают, так же выставляются и закрывают на всё это глаза. Их это не интересует. Сейчас продавцы напоминают потерпевших кораблекрушения. Судорожно собирают вещи, прилавки и палатки. Те, кто не успел вовремя, потеряют имущество. Его забирают сотрудники администрации. Правда, получить палатки можно, если предоставить документы. Как показывает практика, продавцы за вещами не обращались. На рынке же торговцы борются за своё до последнего. Кто-то уговорами. Отойдите. Пожалуйста. Пожалуйста. Кто-то криками и взмущением. Отойди, я не отходи. Ты меня не отходи. Я отходи. Не, во-первых, не ты, а вы. Отходи. Отходи. Отвоевать стол продавцу удалось. Каляна, завтра домой. Попилет есть, завтра домой поехали. Кто-то и вовсе решил выместить недовольство на представителях прессы. Спасённое имущество тут же исчезает в соседнем дворе. Однако нелегальных бизнесменов это не спасёт от штрафа за каждое правонарушение. Главная задача, которая ставится, это пресечение несанкционированной торговли. Поскольку она и нарушает и санитарно-геремические нормы, и не платятся налоги в бюджет. Им выписываются административные штрафы, соответственно, занимается оборудование торговое. И в случае, вот у нас здесь службы ветеринарии, выписываются штрафы, если продукция не имеет сертификатов. Продавцы клятвенно обещают, больше на рынок не ногой. Кто-то и вовсе уверяет, уже куплен билет на поезд из Астрахани. Впрочем, это не гарантирует, что продавец не появится на рынке на следующий день. Поэтому сотрудники ведомств вернутся проверить, возможно, уже на этой неделе. Наталья Фульна, Ольга Галич, Центр новостей.